Здравствуйте! С вами Новатор Плюс, меня зовут Геннадий, и в этом видео мы будем сравнивать два типа жаток, редковые и безредковые. А сравнивать мы их будем по нескольким, на наш взгляд, очень важным параметрам. Это производительность, потери, частота уборки, универсальность, простота в эксплуатации, спрос на вторичном рынке. Мы претендуем на объективность, потому что на нашем предприятии выпускаются оба вида этих жаток, и редковые, и безредковые. Но также это будет актуально и для жаток других производителей. Производительность жатки определяется шириной захвата и скоростью работы режущего аппарата. Безредковая жатка имеет большую производительность за счет режущего аппарата сплошного среза, который позволяет убирать быстрее, и больше ширины захвата при одинаковой массе. На безредковых жатках XanMaster Neo установлен режущий аппарат сплошного среза, производства Schumacher, Германия. Скорость уборки такого режущего аппарата до 15 км в час. На редковых жатках режущий аппарат роторного типа, с отдельным редуктором и четырьмя ножами в каждом русле. Скорость уборки такого типа режущих аппаратов до 6 км в час. При большей скорости редуктора будут перегреваться, что приведет к сокращению срока службы. Безредковая жатка Master Neo при весе 2 тонны имеет ширину захвата 7 метров. Это 10 редков. Рядковая жатка весит также 2 тонны и имеет ширину захвата 5,6 метров. 8 редков. А еще часто бывает, что из-за неточности с тела стыковочный редок гуляет. В таком случае механизатор вынужден работать не в 8, а в 7 редков, что еще сильнее влияет на производительность. С точки зрения потерь, редковая жатка показывает себя лучше. Особая геометрия лифтера практически полностью исключает просыпание даже при работе на пересушенном подсолнечнике. Но на безредковых жатках SunMaster Neo есть ряд конструктивных решений для предотвращения потерь. Например, расстояние между лифтерами можно менять от 2 до 7 см в зависимости от условий уборки. Это позволяет минимизировать потери даже при работе на подсушенном или полеглом подсолнечнике. Геометрия лифтера на редковых жатках SunMaster. Носок имеет бортик и изогнутую форму с уклоном, для того, чтобы семечка скатывалась в лоток, а не мимо. Края лифтера перекрывают друг друга над транспортером. Стебель наклоняется над лотком, что полностью исключает просыпание. А на боковом делителе есть специальная отводящая труба, чтобы стебли не склонялись к зажатку. Стота и влажность семечки в бункере зависит от двух факторов. От настройки комбайна и от жатки. Безрядковая жатка SunMaster Neo за счет того, что срезает только корзинки, выигрывает рисковые, обеспечивая более чистую и сухую семечку в бункере. При уборке редковой сфорности влажность будет выше. Безрядковый изжатки SunMaster Neo за счет тандемной работы режущего аппарата, протягивающего вала и мотовила с оперением по спирали, срезает только корзинку. Весь стебель и сорные растения, если такие есть, остаются в поле. Это облегчает работу комбайна по обмолоту и ощутимо снижает сорность и влажность семечки в бункере. Говоря об универсальности, мы имеем в виду, что есть несколько способов сеять подсолнух. Это 30 с междурядием 70, 30 с междурядием 45, либо сплошной сев. Для безрядковой жатки убирать такой подсолнечник не составляет никакого труда. То есть она одинаково эффективно будет идти по рядку, поперек рядка, по диагонали, либо убирать сплошной подсолнечник. Рядковая жатка, к сожалению, не может этим похвастаться. Говоря об эксплуатации и обслуживании, мы имеем в виду, сколько времени будет тратить механизатор на обслуживание жатки при работе в поле, на снятие и постановку на хранение, а также на ремонт. Эта техника иногда ломается. Безрядковой жатки в обслуживании и эксплуатации проще, чем рядковой. За счет более простой конструкции. В основном обслуживание сводится к уходу и смазке режущего аппарата и приводных цепей 1-2 раза в сезон. Кстати, об этом есть видео на нашем канале. В рядковых жатках в каждом русле установлен отдельный редуктор, приводящий в движение нож и транспортер стеблей. Их также необходимо смазывать 1-2 раза в сезон. А еще существует такой фактор, как спрос на вторичном рынке. Бывают ситуации, когда технику необходимо продать. Безрядковые жатки в этом плане наголову выше рядковых. Их покупают гораздо быстрее, а цена на них выше. С вами был Новатор Плюс. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Пишите в комментариях, что вы хотите знать о наших жатках. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если хотите такую жатку себе, внизу под этим видео есть наши контакты. Увидимся. Пока.